Витископ Основой вот этого рейтинга мог бы стать рейтинг каждой федерации в мире, в мировом рейтинге. То есть, когда мы понимаем, что федерация занимает там пятое место в мире, там такое-то в Европе, то, наверное, значит, это не показатель, который абсолютно объективен, на который нельзя повлиять. Задача же любого рейтинга в чем? В том, чтобы показатель, который этот рейтинг дает, он был бы не субъективен, не был связан с частным мнением кого-то конкретного, кто заинтересован. Когда мы говорим о рейтинге в масштабах мира каждой федерации, то мы понимаем, что это тот процесс, на который никакой чиновник, никакой президент федерации, никто никогда не повлияет. То есть, соответственно, это абсолютно объективный критерий. Вторым объективным критерием может быть также, ну, либо, вернее, не либо, а абсолютно является количество медалей в официальных соревнованиях, которые проходят ежегодно. То есть, вот это вот соединение этих двух показателей и дают возможность какой-то рейтинг выстраивать. Возможно, либо нужно разделить отдельно командное отдельно к индивидуальному, поскольку очень тяжело посчитать медали. То есть, в игровых видах спорта будет ежегодно по 2-3-4 соревнования, ну, плюс мужчины и женщины. В индивидуальных их будет десятки. То ли считать по количеству участников, тогда если в игровой команде получило медали 11 человек, то, значит, эти 11 сравнивают со остальными. Но это предмет для дискуссии. Поэтому говорю, что как бы официальный критерий есть, объективный, наиболее объективный критерий есть положение в мировом рейтинге. То есть, пропорционально, если это 4 из 10, 4 место из 10, или это там 20 из 150, то есть, ну, вот в таком именно. То есть, не просто 4, а это как бы пропорционально, которое соотносящееся с количеством вовлеченных федераций в этот вид спорта. Витископ. Спортивное видео.